В Приморском крае эпидемическая ситуация по новому коронавирусу стабильная. Случаев завоза инфекций из Китая или других стран не зафиксировано. Сообщают в территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. Напомним, что минимум до 1 февраля приостановлена деятельность автомобильных пунктов пропуска для предотвращения возможной вспышки вирусной инфекции. Прекращена выдача разрешений на все туры в Китай. В пунктах пропуска через госграницу у всех прибывающих из неблагополучных стран, в том числе из КНР, проводится контроль температуры тела при помощи бесконтактных тепловизоров. Организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, которые выезжают из-за рубежа, в том числе из КНР. Проводим мы санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска, в автомобильных и морских переносными тепловизорами. В аэропорту с 14 января введен двойной контроль. Там установлен стационарный тепловизор, и дополнительно специалисты выходят на борт воздушного судна с целью измерения температуры пассажиров, которые прибыли из неблагополучных стран. Также принято решение о продлении каникул до 1 марта для иностранных студентов, обучающихся в приморских вузах. Сейчас продумываются мероприятия по дистанционным обучающим программам на этот период. По информации Роспотребнадзора, все лекарственные средства, медицинские изделия, требуемые для лечения пациентов, в лечебных учреждениях края имеются в достаточном количестве, как и необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов. Министр здравоохранения края Виктор Фисенко заявил о том, что в случае необходимости будет развернуто дополнительно до тысячи коек в государственных медучреждениях, а если потребуется, будут задействованы возможности медцентра ДВФУ и других федеральных и ведомственных медучреждений. На сайте Роспотребнадзора опубликована информация о мерах защиты от коронавируса. На самом деле мероприятия достаточно простые. Пользоваться масками защитными, пить только бутилированную воду, почаще мыть руки, а еще лучше обрабатывать специальным антисептиком, ну и, конечно, при первых симптомах обращаться к врачу, что естественно. Также там дается информация о том, что в течение семи дней с момента выявления генов нового коронавируса были разработаны две тест-системы. Результаты исследований готовы через 2-4 часа. И все лаборатории Роспотребнадзора по России обладают необходимым оборудованием и специалистами для проведения таких исследований. Приморский край получил тест-системы на выявление коронавируса одним из первых. Все необходимые анализы проводят специалисты Роспотребнадзора. Напомним, китайские власти зафиксировали вспышку, вызванной новым коронавирусом, пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухани. На сегодняшний день вирус распространился по всей КНР. В мире случаи заражения вирусной пневмонии зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Арабских Эмиратах, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено. Сообщается, что число заразившихся суммарно составляет 9692 человека, погибших 213. Эти цифры постоянно меняются. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев отметил рост цен на жильё во Владивостоке. Почти 1800 заявок поступило от жителей края на льготную ипотеку под 2%. Полпред на совещании подчеркнул, что сегодня край лидирует по количеству заявок на дальневосточную ипотеку. Юрий Трутнев назвал необоснованным высказывание о том, что главная причина высокой стоимости жилья во Владивостоке – отсутствие земельных участков. По словам Полпреда, цены не только не должны повышаться, но и должны снижаться. Губернатор Олег Кожемяка подчеркнул, что будет принято решение, по которому инвесторы не смогут пользоваться землёй исключительно для продажи. Второй механизм – работы с инвесторами, владеющими земельными участками в микрорайоне Зелёный угол и посёлке Трудовое. Мастер-план развития этих территорий, по которому люди изъявят желание там брать землю. Вице-премьер также отметил, что в Приморье ещё предстоит много работы в строительной сфере. Вице-премьер России Юрий Трутнев заявил, что ситуация с коронавирусом в Китае не угрожает экономике России, хотя власти и попросили остановить проекты, которые связаны с привлечением иностранной рабочей силы. Об этом сообщает Риа Влад Ньюс. Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны в провинции Хубей, возбудителем которой стал новый тип коронавируса, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах. Первый случай заражения зафиксирован в Тибете. Инфицировано почти 8 тысяч человек. ВОСТ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуации для Китая и направила в страну специалистов. Китайским студентам продлили зимние каникулы. Об этом заявили ректоры четырех приморских вузов. Так до 1 марта будут отдыхать китайские студенты Дальневосточного государственного института искусств, Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, Тихоокеанского государственного медицинского университета и Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Напомним, кампус ДВФУ готовится к возвращению китайских студентов после каникул. Иностранцы на некоторое время будут переселены в другие корпуса, чтобы не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией в КНР. Отметим, что в университете обучается около полутора тысяч студентов из Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Жители Владивостока могут бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города. Для этого достаточно обратиться с документами в медицинское учреждение, за которым закреплен гражданин. Диспансеризация взрослого населения проводится раз в три года, после 40 лет ежегодно. В 2020 году пройти диспансеризацию могут граждане 2002, 1999, 1996, 1993, 1997, 1984 и 1981 годов рождения. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт Полис и СНИЛС. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом проводится профилактический медицинский осмотр, который включает в себя в зависимости от возраста анкетирование, флюорографию, измерение основных параметров тела, артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина и другие мероприятия. Также проводится скрининг на ранее выявление онкологических заболеваний для женщин, осмотр акушером-гинекологом. После обследования проводится консультация с врачом-терапевтом. Второй этап проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания при наличии показаний по результатам первого этапа. Он включает в себя сдачу дополнительных анализов и консультации с профильными врачами. Дополнительная возможность пройти переподготовку или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности появилась у жительниц Приморья в рамках национального проекта «Демография». В этом году из федерального и краевого бюджетов на эти цели предусмотрено более 33 миллионов рублей. В прошлом году повысить квалификацию могли только мамы в декрете. Теперь принять участие в мероприятиях смогут незанятые женщины с детьми дошкольного возраста. Чтобы пройти обучение, необходимо лично обратиться в службу занятости Приморья с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, копией приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком или трудовой книжкой. На весь период обучения женщинам будет выплачиваться стипендия в размере величины минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент. В 2020 году эта сумма составит 14 556 рублей. До 1 февраля выпускники школ Владивостока должны решить, какие именно предметы, помимо русского языка и математики, они хотят сдавать в форме ЕГЭ дополнительно. Ребята должны подать соответствующее заявление руководству образовательных учреждений. Для получения аттестата о среднем образовании старшеклассники обязательно должны сдать русский язык и математику. Еще 9 предметов – физика, химия, биология, география, история, общество знания, литература, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии – предлагаются ребятам на выбор. Школьники сами решают, какие дисциплины им пригодятся при поступлении в ВУЗ. Уже много лет подряд среди лидеров предметов на выбор по ЕГЭ – общество знания. Не позднее 15 февраля работодателям Приморья предстоит предоставить в Пенсионный фонд первые сведения для формирования электронных трудовых книжек. Это информация о кадровых изменениях, произошедших уже в 2020 году, сведения о приеме сотрудника на работу, перевод на другую должность или увольнение. Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки. Сведения о трудовой деятельности направляют все компании и предприниматели с наемными работниками, с которыми заключены трудовые договоры. Представить информацию можно через кабинет страхователя на сайте ПФР, специализированного оператора связи или клиентскую службу. Работодатели с численностью работников более 25 человек сдают отчетность в электронной форме. Самозанятые граждане не предоставляют отчетность о своей трудовой деятельности. Напомним, с 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. Новый цифровой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. В предстоящей переписи населения можно будет принять участие через интернет. Она пройдет по всей России с 1 по 30 октября 2020 года. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист можно будет на едином портале государственных услуг – госуслуги.ру. Об этом сообщили в Приморскстате. Пройти интернет-перепись смогут все жители России, имеющие стандартную учетную запись. Более того, заполнить электронные переписные листы на портале госуслуги.ру можно, не тратя личные деньги и даже при нулевом и отрицательном балансе. При заходе на этот ресурс интернет-трафик не будет тарифицироваться. Такое предложение было озвучено президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Данное решение, по мнению специалистов, упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн. Сквер в районе улицы Тобольская-10, который находится на муниципальном земельном участке, был оформлен в частную собственность незаконно. Это подтвердил в ходе заседания Ленинский район и суд Владивостока. Решением суда право собственности частной компании на объект незавершенного строительства парк признано отсутствующим. Отметим, на данном участке мэрия хотела создать благоустроенный сквер, но выяснилось, что в границах этого участка зарегистрирован объект незавершенного строительства парк. Администрация направила обращение в прокуратуру. Была проведена проверка, результаты которой показали, что запись о праве собственности на объект внесена в Единый государственный реестр недвижимости незаконно. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин